МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотелось бы поговорить по консультированию дискорданных пар. Задайте себе такой вопрос. А почему мы нервничаем, когда работаем с такими дискорданными парами? Мы знаем, что ВИЧ через общение не передается? Или все-таки у нас сидит где-то там глубоко? Сейчас вот чихнет. И еще ведь мы нервничаем. Почему? Потому что как-то мы сами неадекватно относимся к этой ситуации, к этой проблеме. Вот когда нам задают вопрос, сейчас я до конца просто эту мысль разовью, вот как вы лично, то есть вы поощряете такие браки, вот к вам приходит такая, скажем, пара, и вы знаете, что они дискордантные, да? То есть один из них ВИЧ-инфицированный. Ну, они вам сами это говорят. Вы поощряете? Ну, мы сами скажем, может быть, конечно, мы несколько предвзяты к этому относимся. Мы не поощряем такие браки. Но мы не имеем права их запрещать. Наша задача на консультирование, к нам пришли люди, мы обязаны донести до них информацию. И если мы видим, и как правило в таких ситуациях мы видим, что их решение непоколебимо. Конечно, мы делаем упор по большей части на негативные моменты такого брака. Ну, так как сами к этому относимся. Почему ты негативно относишься? Таким бракам? Ну, не то, что негативно к бракам отношусь, а... К рискам. К рискам ко всем этим. То есть мы были реальными. Они поняли эти риски, потому что часто они их говорят, да это все ерунда, мы же любим, а любовь все покрывает. И пропускают их мимо себя, а должны пропустить через себя. То есть наша задача во время консультирования, помните, о чем мы говорили, помочь людям прорефлексировать, что вся эта информация, она не просто где-то там лежит. В журналах, в спидцентрах. Это в Африке, в Америке. Сейчас она лично ваша, ребят. Понимаете? То есть сейчас вы не можете уже про нее говорить, как вот про что-то там лежащее. Это лично ваше. Пропустите ее через себя и будьте готовы к тому, что... Вот, то есть вот это та задача, которая стоит вообще перед нами. Ну, я думаю, что, в общем-то, вы, наверное, уже поняли, что... Вот по тем консультациям, которые мы приводили вам в пример, что мы всегда стараемся помочь людям провести всю негативную информацию. По большому счету, мы все друг для друга не подарки. И у нас у всех, будем так говорить, есть свои какие-то негативные стороны. И консультирование должно быть на то нательное. Замечательно, что вы приняли это решение. Но давайте теперь посмотрим на негативность, которым вам придется жить. На риски. И вот эти риски два человека пропускают, осознают, и если они после этого принимают решение, это их решение. Его надо уважать. Вот это наша позиция. Ну, а сейчас вопрос. Хотел задать такой вопрос, что... Вернее, свое мнение высказать, что, по-моему, есть такая возможность при рассмотрении вот этих супружеских пар, тот момент, при каких обстоятельствах они заболели этой болезнью. То есть при определенных обстоятельствах как-то может произойти симпатия к этим людям. То есть страха нет. А при других обстоятельствах, допустим, если он был гомосексуалист, и при этих обстоятельствах он заболел как-то. Понимаете? То есть внутри консультанта и внутри человека возникает пренебрежение, как бы, или нежелание. Ну да, это возможно, такое личное отношение. Но вот я однажды присутствовал на одном тренинге, такой очень показательный был. И вот человек, который проводил тренинг, говорит, представьте, к вам пришла... Вот два человека сидит в очереди, и у вас есть лекарство, которое вы можете помочь человеку, ну вот, спастись от СПИДа, от ВИЧ. Только одно. И в очереди, говорит, сидит профессор, ему 40 лет. Ученый человек, у него заслуженные там труды, и он упочитаемый во всем мире науки. Он может принести массу пользы. И сидит подросток, девочка, 18 лет, проститутка, с улицы, в соответствующее поведение. И вот кому вы дадите эту таблетку? Как правило, все ответили, кому? Профессору. А теперь говорит, смотрите, профессор этот заразился, потому что он гомосексуалист. И он продолжает жить этой жизнью. А девочка, она кормит двух маленьких братьев, потому что мама у них умерла, и ей просто нечем больше зарабатывать, она не может иначе. И если сейчас эта девочка умрет, эти братья окажутся... Теперь, кому вы отдадите эту таблетку? Девочке. Девочке. Понимаете, и когда чем больше... Кренным образом мы меняем информацию об этом человеке. И чем больше эту информацию давал вот этот человек... Потом он говорит следующую информацию, и мы опять меняем свое мнение. А, ну так она почему так стала этим заниматься? Потому что вот то-то-то произошло, а он, он вот так вот. Вот не судите, не судим будете. И только он единственный человек может это лекарство размножить, потому что только он знает, как это лекарство сделать. А девочка этого не знает. Кому вы дадите эту таблетку теперь? Понимаете, вот он начинает вот эти доводы приводить, и мы уже думаем. А может на самом деле нельзя так вот с первого взгляда судить человека? А лучше оставить для себя, любимого, да? Нет, тут как раз вот эти вот все вопросы-то и рассматриваются, как говорить ли, открывать ли свой статус, или не открывать. Как общество это будет воспринимать? Конечно. Я говорю, общество в основном воспринимает душевно, на эмоциях, эмоционально. То есть для общества это... Ну да, мы говорили вот об этих стигмах. Да, а не глубина вот эта вот. Ну вот как раз, понимаете, второй момент вот здесь, что дискорданность не обязательно означает супружескую неверность. Понимаете, потому что, как правило... То есть вич-положительный статус человек мог получить не обязательно, имея распущенные свои отношения до брака. Даже если это был и результат распущенных отношений. Но теперь мы видим, они пришли, они вместе живут, они стремятся к качественной жизни, они пришли к нам за помощью. То есть тут в любом случае, ну, раз мы уж встали на связи консультирования, тут уже, как говорится, свои вот эти внешние какие-то амбиции, нужно вот учиться их контролировать, конечно. Ну и некоторые вопросы, которые возникают у дискордантных пар. Во-первых, отверженность. Если они сообщают о своем статусе, конечно, они чувствуют какое-то отдаление от себя. Вот эта вот стигма, которая повешена обществом на вич положительных людей, что это только для проституток, только для наркоманов, только для гомосексуалистов, только они этим болеют. Ну или нет, когда они этот вич-статус разглашают. Даже когда они не разглашают, чувство отверстия, как правило, присутствует. Такой внутренний стигма. Внутренний стигма. Помните, мы вчера говорили, есть внешний стигма, когда на меня давят, что ты не такой, а есть внутренний, я внутри себя ощущаю неполноценным. То есть от внутренней стигмы тоже надо помочь избавиться. Дальше чувство вины. Перед здоровым супругом, перед детьми. Перед родителями. Вот как вот у первой девушки. Хоть она и пишет, которую я зачитывала. У меня все замечательно, я счастливая. Но ведь в каждом слове и отверженность чувствуем, и вина. И каждый раз, когда поднимает трубку, она говорит, боюсь услышать, я все знаю. Конечно. Этот человек живет в постоянном состоянии стресса. И страхом. Конечно. Дальше попытка компенсировать утрату, горе какой-то чрезмерной активностью. Понимаете, обычно вот такая идет, такая маска компенсации. Когда человек начинает... Взахлеб. Да, взахлеб. Человек начинает, так сказать, быть хорошим. Вот в кавычках. А на самом деле ему плохо. Понимаете, плохо. Попытка убежать от реальности. То есть вот эти все риски, все проблемы, которые мы называли, они... Ну да, они есть, но это не для нас. От реальности можно убежать в другой город, конкретно вот про что, как вот та девушка попыталась это сделать, да. Или от реальности можно убежать, ну, в алкоголь, например, да. Или еще куда-то. Ну и страх. Ну, страх, понятно. Конечно, внутренний страх. Что будет дальше? Ну и дальше вопросы дискардовых пар, которые тоже задают. Которые нужно обязательно обсудить. Как сделать секс более безопасным? Об этом мы уже говорили, да. Как снизить риск заражения здорового супруга или ребенка, который собирается иметь? Как рассказать о своем диагнозе других? И стоит ли? Когда стоит? Кому стоит рассказать, да? Что будет с детьми? Как это будет происходить? Как будет идти их воспитание? Желание иметь детей. Насколько это желание обосновано? Насколько вы готовы к этому, да? Ну и дальше... Постоянное тестирование здорового партнера. То есть он тоже должен проходить обязательно тестирование на заражение ВИЧ. Да, то есть вот к этому тоже вы должны как бы призывать людей. Ну это как бы жизнь. Чем раньше этот диагноз будет выяснен, тем легче будет потом вот заточить, так сказать, этот ВИЧ. Вовремя заточить, чтобы он не влиял на качество жизни. Блокировать его. Вопрос есть. Да, вот в отношении детей. Если, например, ну такая пара, да, захотела, ну они уже поженились, и захотели иметь детей, усыновить. Вот. То вот в отношении закона предоставляются какие-то, ну вот, как бы там справка, или если ВИЧ-инфицированный человек, то усыновление невозможно, или как вот быть с этим как бы? Если оба ВИЧ-инфицированные, ну как мы просто знаем из практики, что если оба ВИЧ-инфицированные не разрешают. То как правило не разрешают. Если один человек здоровый подает на усыновление или на опеку, то... Это только у нас, в России, или... Вот если честно, мы этим вопросом не занимаемся. Но вот по России мы знаем, вот такая практика присутствует. Просто. Но мы знаем несколько супружеских пар дискордантных, посвятивших себя служению ВИЧ-инфицированных детям. Они берут этих детей из ВИЧ-приютов. Потому что, вы знаете, если вы хотя бы раз побываете в ВИЧ-приютах, мы видели видео про этот приют. Вот, к сожалению, у нас его нет вообще. Мы считаем, что его надо показать. Вот мы его найдем и обязательно включим в этот курс. К детям относятся, потому что врачи, медсестры, нянечки одевают такие скафандры. В противогазах и в перчатках. Противогазы, все, в целлофане полностью. Берут детей этих на руки, вот так вот их несут, чтобы, значит, вообще не касаться их никак. То есть, сигма там работает. Посмотрите, люди, которые работают в здравоохранении, и они стигматизированы. И дети не видят нормальных человеческих лиц. Мы же там не говорим про улыбку, мы не говорим про касание человеческого тепла. Вот это вот, да, то есть дети умирают. Умирают не от того, что за ними нет ухода, а умирают от того, что они... У них нет тепла. У них нет тепла любви. Вот, и вот эти вот, мы знаем уже сейчас вот пары, которые взяли такое служение именно таким детям. Таких детей дают легче. Практически легко. То есть, если ребенок ВИЧ-инфицированный, его отдадут ВИЧ-инфицированным родителям. Вот таких пар мы не знаем. Вот этого мы не можем. Мы знаем, что вот дискордантные пары, мы знаем такие пары, которые это делают. Да. То есть, вот такое вот служение. Это замечательное служение. Мы восторгаемся, конечно, этими людьми. Ну, и теперь заканчивая такой обзор дискордантных пар, это подведение итогов, важно на самом деле консультировать таких людей, доносить массовый максимум информации этим людям о всех рисках, о всех периодах жизни, о всем том, что будет происходить у них. Свести риск заражения партнера к минимуму, как это сделать, что для этого необходимо делать, ну и как, если они захотят иметь ребенка, как это должно происходить у них, чтобы ребенок не был заражен. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com Да, вот можно вопрос? Вы сказали насчет дискордантных пар, что отношение Ваших к их бракам, то есть... Мы не поощряем. Не поощряйте. Но если пары готовы соблюдать все пункты, чтобы минимизировать заражение и партнера, и ребенка, то есть они готовы вот качественно соблюдать эти пункты, потому что они любят друг друга, Ваши отношения вот к ним. То есть мы разрешаем, но я бы на Вашем месте... Вы понимаете, ну как понять разрешать? Мы не можем ни разрешать, ни запретить. Мы как консультанты, как душепопечители должны донести... Мы им говорим плюсы, говорим минусы. Решение не умеет. Решение не умеет. И мы уважаем их решение. Вот наши отношения. Мы уважаем их решение. То есть у нас было на консультировании уже несколько таких дискордантных пар, которые проходили у нас консультации, добрачные. Они женились, мы до сих пор в гости ходим к ним. Мы им говорим честно. Ребята, вот давайте сразу, прежде чем мы начнем консультировать вам, скажем честно наше отношение. Мы Вас не понимаем. Мы честны в этом. Вот. Но мы уважаем Ваши решения в любом случае, какое Вы примете. И давайте мы с Вами сейчас честно вообще обсудим вот ту ситуацию, которую Вы... И мы оставляем за Вами право. Если Вы вдруг почувствуете какое-то отторжение с нашей стороны, можете не приходить к нам. Да. То есть мы не обидимся. То есть мы сразу как бы вот ставим. Но мы, мы честно... Мы постараемся быть нейтральными, но просто мы Вас не понимаем. Мы сразу как бы... Может быть, это неправильно с точки зрения консультанта. Может быть, мы нарушаем какие-то этические стандарты. Но мы поняли, что с нашей стороны это будет честно. Честнее. То есть в наше отношение, понимаете, вот оно такое. Мы не понимаем такие вещи. Но, опять же, наша задача донести все и уважать мнение людей. То есть по Вашему личному мнению, если возможно, то этим людям оставаться одни. Вообще недавно мы были тоже на одном симпозиуме. И там вышел священнослужитель церкви. И он говорит, я вижу ВИЧ-штатус, как призвание свыше к целебатуру. То есть он вот так вот это сказал. Конечно, была очень негативная реакция в зале. Но я вот так вот сидела, слушала, думаю, наверное, вот это мое отношение к этому. Но, опять же, это мое личное. Я не имею права его никому навязывать. Понимаете? Вот. И мы знаем массу дискорданных пар. Вот, знаете, ну, образец вообще. Вот даже вот эти пары, которые встали на служение ВИЧ-инфицированных детях, на их защиту. Вы знаете, ну, это восторг. Это восторг. Ну, вот. Получается, что эти люди, они без буквы Л не могут жить. Но они по-своему живут. Вот они, вот именно свою жизнь переписали другими словами. То есть они не картавят свою жизнь. Но они ее переписали другими словами. Переписали по-другому. Понимаете? Это их решение. И наша задача помочь людям переписать свою жизнь, оставить ее качественной, важной, значимой, да, духовной в служении Господу. Ну, просто она будет другими словами. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...